Здорово народ, с вами Варчик. В этом видео снова поговорим про КС-52 Лис. Это прем-танк 8 уровня, который мы недавно могли получить за марафон. Кто-то получил его бесплатно, кто-то потратил на него деньги, кто-то обрадовался, называет его имбой, а некоторые называют его просто помоющим. Я сразу не взлюбил этот танчик и в принципе после получения трех отметок все так и осталось. Да, я в принципе понял, как на нем играть, какие у него есть хорошие стороны, как им пользоваться, но этот танчик мне все равно неприятен и потом я объясню почему. Сейчас же давайте разберемся, как на нем играть. Это все-таки гайд после трех отметок. Раз я взял на нем три отметки, значит я могу с вами поделиться, что на нем самое важное в бою, как и что делать, чтобы набивать хороший результат. Итак, начнем с оборудования. Конечно же можно подобрать различный набор оборудований и поставить один стабилизатор и второй стабилизатор, который ускоряет скорость поворота корпуса и башни. И оба их сразу поставить, и досылатель, и турбонагнетатель, и все это вместе можно поставить. Также еще сюда подойдет и вентиляция, и просветленка. И из этого всего набора оборудований в принципе можно собрать что-нибудь свое под свой стиль игры и свой набор перков. Мое же личное оборудование это фиолетовый досылатель, стабилизатор и вентиляция. Также еще я играл с доппайком, и в принципе я вообще не помню, чтобы я на нем горел. Если мне не изменяет память, я горел за 100 с хвостиком боев один раз, когда мне кто-то стрельнул ровно в задницу. А так в целом я стараюсь заднюю часть танка не подставлять. Это привычка, которая частенько помогает не гореть. И вам советую. Что касаемо снарядов. Пробовал играть на ББшках, как некоторые из вас любят пофармить на лесе. Вы конечно молодцы, можете продолжать дальше фармить на лесе, но у меня эти ББшки пробивают только какие-то абсолютно ватные танки, которые просто пробиваются тычком пальца. По типу скорпиона, бульдоги и тому подобные ватные огромные сараи. Больше ББшки не пробивает вообще ничего. Хотя казалось бы 208, вроде как практически среднее обычное пробитие, но нифига не пробивает. Поэтому играл в основном во время того, как получал 3 отметки на голде. ББшки возил с собой чуть-чуть, и то только потому, что у меня практически кончилось серебро, пока я брал 3 отметки. Я очень много серебра слил на этом танке. При том, что он вроде как премиумный. Но пофармить на нем мне так и не удалось вообще. Я на нем слил, наверное, 3 миллиона серебра. Вот такое удовольствие я получил от этого танка, в плане ресурсов. Аккаунт мой стал беднее. Итак, что мы получаем? Поставил все фиолетовое оборудование, зарядил полностью голду и парочку ББшек и парочку фугасов. Мы получаем танк, который довольно-таки неплохо ездит, добирается до нужных позиций, успевает. Не всегда самый первый, но один из первых точно. Если в бою нету артиллерии, как вы видите, в бою на фоне в этом видео, то можно поиграться от башни. Сразу предупреждаю вас. Играть от башни на этом танке можно, но не стойте, как истуканно против врага. Лючки у этого танка очень дырявые. Они пробиваются любым, кто в них попадет. А в игре присутствует ВБР, даже самый донный враг, наведясь вам на крышу башни или просто в башню, и нажимая выстрел, рано или поздно может попасть, что вы могли видеть на некоторых стримах. Некоторые враги без сведения просто куда-то там нажимали выстрел, и мне в лючки залетал урон. В то же самое время, очень часто башня и танковала. То есть здесь как повезет. Поэтому лишний раз, если есть возможность, не стойте перед врагом, если есть укрытие. Выехали от башни, стрельнули, заехали назад. Во время перезарядки стоять светить ключками на всю карту нет смысла. Не забывайте, что позиция должна быть настолько классной, чтобы не только с нее разваливать всех врагов, но чтобы была возможность уехать с нее в другую хорошую позицию, если ситуация в бою меняется. Скорость у танка позволяет менять фланги. Это все-таки эстэшка, хоть и не самая маневренная и быстрая. Поэтому катаемся по карте, играем от башни. И еще один совет. Обязательно попробуйте на этом танке поиграть бортом. Потанковать. Слишком сильно, как на каких-нибудь там Е100, выкручивать борт не нужно. Вдоль стеночки становитесь, выставляете небольшой угол по отношению к стене. Аккуратненько выкатываетесь, разводите врага на выстрел. И после этого выкатываетесь, стреляете сами по врагу. Таким образом, после того, как враг отстрелялся, он уже безопасен, мы просто бесплатно будем наносить урон. Бортом этот танк танкует хорошо, если вы не будете перекручивать. Это, наверное, самый большой плюс этого танка по сравнению с остальными эстэшками. Поскольку играть активно, и не важно, есть ли рельеф от башни играть или нету, поскольку играть активно, и не только от башни, а еще и от борта, это очень круто, поскольку вариативность позиций возрастает. Не на всех картах есть возможность играть от башни. А вот если еще и от борта, и от башни танк умеет, то вы в каждом бою можете активно на первой линии играться. Участвовать в каждом бою, влиять на исход боя. Что касаемо крутить врагов, такого у меня не было, поскольку танк не очень сильно поворачивает, поэтому я и не стремился кого-то там клинчевать и крутить. Также сам лоб башни бронированный, но не настолько, чтобы танковать голду. Единственное место в башне, где танкуются голда, это скосы. Там очень большой угол получается, и слева и справа от пушки, под большим углом, снаряды не пробивают. А ближе к самому орудию, где угла никакого нет, и башня просто ровная, там пробивается голдой. Ну или ПТшками, потому что у них повышенное пробитие. Это еще одна фишка танка, очень быстрая скорость полета снаряда. 1000 метров в секунду, ББшкой 1500 под калибером. И имея Альфу 320, в принципе 3000 за бой набивать несложно. Поэтому Лиса очень хороший позиционный танк, который может менять позиции, активно играть от борта и от башни. Не самая, конечно, высокая планка на 3 отметки у этого танчика. Есть танки посильнее и поимбовее, чем он. Но в целом он играбельный, на нем можно поиграться. Но, как я и говорил вначале, расскажу, почему он мне не нравится. Мне не нравится его пушка. Его орудие раздражает тем, что не попадает туда, куда целишься. Владельцы Ренегата меня сейчас поймут, поскольку орудие Ренегата на голову выше, чем у Лисы. По пробитию, по Альфе, по ДПМу. И само ощущение, насколько легко ты на Ренегате попадаешь и наносишь урон, оно несравнимо с Лисой вообще. По ощущениям Лиса очень коряво стреляет. Да, по цифрам и на экране кружочек малюсенький, и по циферкам там вообще пушка чуть ли не снайперская. Но как же он на фоне Ренегата Говена наносит урон? При том, что на Ренегате можно вообще ничего не ставить, ни доппайки, ни фиолетовое оборудование. И даже голдуй можно не стрелять, и все равно он на голову выше по комфорту нанесения урона. А значит и фармит лучше, и обзор у него больше, и он приспособлен для фарма и комфортного нанесения урона, и в целом на нем легко участвовать в бою. На Лисе же нужно потеть и много вкладывать в него ресурсы. Поэтому этот танчик мне в принципе не особо понравился. Я на нем наигрался. Можно его ставить в ангаре и пусть стоит с тремя отметками пылица. Он в принципе больше не нужен. С вами был Варчик и Радик Красиво. Всем пока.